На телеканале Юганск новости. Здравствуйте, в студии Кристина Кочерова. В начале коротко о главных событиях вторника. Поэтому все уважаемые родители, которые отправляют детей, где являются языком, официальным языком изучения, освоения образовательных программ «Русский язык», просто должны помогать детям. Давайте дружить. В городе обсудили вопросы добрососедских отношений разных национальностей и религиозных конфессий. Посмотрим три автобуса. Все неисправны. Водитель не вписан в поле Сосага. Не годен сайди с рейса. В Нефтьюганске запретили эксплуатацию пяти маршрутных автобусов. Выступает сборная команды. Десять мальчиков, десять девочек. Четыре вида, где в каждом виде нужно показать команду. Здоровое поколение. В Нефтьюганске стартовал городской этап всероссийской спартакиады школьников. Снять с линии. На заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения запретили эксплуатацию маршрутных автобусов, не отвечающих техническим требованиям. Подрядчика обязали оставить сломанные пазы в автопарке уже сегодня. При этом график движения городских маршруток должен остаться прежним. Готовь сани летом. Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения рассмотрела ключевые вопросы подготовки города к зимнему сезону. На повестке дня ненадлежащее техническое состояние автобусов, передвигающихся по маршруту номер 9. Сентября 2015 года осмотрено три автобуса. Все неисправны. Водитель не вписан в поле САСАГО. Также течь масла с двигателя, боковые порезы на шинах, не работают в установленном режиме внешние световые приборы. Старые пазы в количестве пяти штук, не соответствующие основным положениям по допуску транспортных средств, всеобщим голосованием решено снять с линии. При этом график движения автобусов должен оставаться прежним. Рассмотрели и подготовку дорожно-эксплуатационных организаций к содержанию дорог общего пользования. Укомплектованность противогололедными материалами 100%, без вопросов. Наличие инструктажей, графиков, ответственных лиц на предприятии, все это подготовлено, все проинструктированы, все в норме. Наличие горюче-смазочных материалов, контракта заключенного у данного предприятия, вопросов не должно быть. За текущий год отремонтировали автодороги по улице Сургутской до Су-62 и участок от Усть-Балыкской до Жилой. На 2016 год бюджетом заложено 188 миллионов на окончательную реконструкцию и ремонт дорожного полотна. В Югре объявлена внеплановая проверка противопожарного состояния медицинских учреждений. Поводом послужил трагический случай в Нижневартовской больнице в воскресенье. Там при пожаре погиб пациент. В этот же день в правительстве округа сформировали межведомственную комиссию, которую возглавил заместитель губернатора Алексей Путин. Ответственным ведомствам поручено проверить состояние систем пожарной сигнализации, средств связи и оповещения, источников наружного и внутреннего водоснабжения, первичных средств тушения пожара и пути эвакуации, а также провести инструктаж по выполнению требований пожарной безопасности и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций с руководителями и персоналом организаций. Беседы о важном в Нефтьюганске состоялось очередное заседание Координационного совета по вопросам межнациональных отношений при главе города. Власти, полицейские и представители национальных общественных организаций и религиозных структур пообщались на тему взаимодействия друг с другом и обсудили, как строят добрососедские отношения, рассказывает наш корреспондент. Воспитанное и грамотное поколение, знающее историю России, этого сегодня стремятся добиться нефтьюганские учителя. Немаловажную роль уделили повышению уровня языковой грамотности и исторического образования среди детей-мигрантов. В школьных музеях организуют выставки, на которых рассказывают о важных моментах советского времени, культуре, быте и традициях нашего государства. Педагоги заинтересованы в том, чтобы приезжие, юные представители стран ближнего зарубежья как можно быстрее освоили русский язык, помочь им в этом должна семья. Иногда мы смотрим, достаточно способные ребята, но чувствуются отставание, поэтому приходится дополнительно заниматься. Поэтому все уважаемые родители, которые отправляют детей, где являются официальным языком изучения, освоения образовательных программ русский язык, просто должны помогать детям. И это сегодня очень важно. Многонациональный нефтьюганск всегда массово отмечает все праздники, будь то Сабантуй или День России. В целях обеспечения антитеррористической безопасности и недопущения межнациональных конфликтов полицейские выходят на усиленный режим несения службы. По данным силовиков, в городе есть люди, которые склонны к разжиганию межнациональной розни. Их количество стражи порядка не разглашают. Однако по статистике за последние два года не зарегистрировано ни одного преступления с экстремистской окраской. Проводится полностью обследование всех территорий, где это будет проводиться. Обходится 500-метровая зона так называемая. Граждане проверяются, владельцы оружия, лица, стоящие на всех профучетах, отделом уголовного розыска. Полностью проводится мониторинг сети интернет. На заседании Координационного совета глава города рассказала общественникам о цикле фильмов под общим названием «Россия без террора, завербованные смертью». Документальное кино из пяти серий сняли по заказу аппарата Национального антитеррористического комитета. Оно призвано довести до населения информацию о сущности терроризма и его крайней общественной опасности. Фильм ориентирован на потенциально уязвимую аудиторию, прежде всего молодежь. Кроме того, актуален в связи с участившимися случаями выезда россиян за рубеж для участия в террористических организациях. Желательно бы, чтобы посмотрели, да, потом мы все равно обсудим этот момент, как, что, какие вот моменты. Но посмотреть эти фильмы надо. Марат Алтавович, мы тоже, чтобы для сотрудников довели, полезно будет посмотреть эти фильмы даже и сотрудникам полиции, я считаю. Документальное кино выйдет на телеканале «Россия-2» 14, 20, 21 и 27 октября. Серии посвящены событиям в Татарстане, Дагестане, Чечне и Сирии, а также мусульманским святыням. К этому вопросу члены Корсовета пообещали вернуться на следующем заседании и обменяться мнениями. Рабочая группа антитеррористической комиссии накануне наградила участников масштабного тактического учения, которое прошло в Нефтьюганске в сентябре. Благодарственные письма от главы администрации получили более 10 руководителей задействованных предприятий. Среди них 5-я общеобразовательная школа, Юганск-Водоканал, Юганск-Пассажир-Автотранс и компания «Универсал-Сервис». Масштабные тактико-специальные учения на территории Нефтьюганска проводились в конце сентября. В них приняли участие более 20 предприятий, которые обеспечивали размещение, водоснабжение, питание и транспорт. Этот вклад отметили на заседании рабочей группы по профилактике террористических угроз и наградили благодарственными письмами главы администрации. Устроено размещение оперативной группы, АТК, оперативного штаба, установлена связь, установлены сегменты АТК беззапасного города. Было организовано размещение питания, обогрев эвакуированных граждан из жилого дома, которые попали под реальную эвакуацию. Также на заседании отчитались об устройстве дополнительного въезда на территорию станции скорой медицинской помощи. Необходимый участок дороги заасфальтировали, а ворота оборудовали шлагбаумом. Такая мера поможет усилить оперативность бригад и избежать заторов при непредвиденных и аварийных ситуациях. Цена контракта составляет 675 тысяч рублей. Сроки выполнения с 26.08 по 30.06. Довожу до сведения, что все объемы выполнены в полном объеме, 100%. Выезд работает? Да. Обсуждали и организацию объектовых тренировок учреждений спорта, культуры, здравоохранения и социальной сферы. В каждом подведомственном учреждении учения будут проходить согласно графику. Елена Гайлиман, Виктор Жбанов, телерадиокомпания «Юганск». В городской библиотеке вновь открыта передвижная выставка «Человеческий потенциал». Основная идея экспозиции – пропаганда традиционных семейных ценностей. Подробнее расскажет Юлия Шуст. Когда начинается жизнь, что такое настоящая любовь и как создать счастливую семью? Ответы на эти и другие вопросы попытались дать организаторы экспозиции. Проект стартовал в Москве. За три года мобильные баннеры побывали более чем в 70 городах России, Украины и Белоруссии. У нас нет цели что-то навязать. У нас есть цель предоставить информацию, рассказать о традиционных семейных ценностях, о том, что семья – это счастье, о том, что аборт – это травма и физическая, и психологическая. Про это мало кто на самом деле знает. Теперь выставку могут посетить и нефтьюганцы. Олесю Ванькову заинтересовали стенды о вреде курения и алкоголя. Школьница уверена, что пропаганда здорового образа жизни положительно влияет на сознание молодежи. Интересно тем, что они узнают много нового о вреде курения и алкоголя. Им будет полезно узнать то, что курить и пить – это плохо. И не просто так родители говорят об этом. Это реально вредит здоровью. Стенды рассказывают о том, какой должна быть идеальная семейная жизнь, о христианском смирении, терпении и любви. Проект рассчитан в первую очередь на старшеклассников и студентов. Выставка продлится до конца октября. Сибирский воин нефтьюганец стал серебряным призером всероссийского турнира по армейскому рукопашному бою, который накануне состоялся в Тюмени. В нелегкой борьбе Нариман Салтанов обошел серьезных соперников из Новосибирска и Москвы. С 2006 года я начал участвовать по арбе и заниматься у тренера Гусарова Гыргового Сырича. И с этого времени я начал выступать. И даже скоро выступаю. Нариман Салтанов посвятил спорту более 20 лет. Половину из них парень занимается армейским рукопашным боем. Достойно выступив в весовой категории выше 85 килограммов, он показал один из лучших результатов. Уступив лишь борцу из Тюмени. Отметим, в составе нефтьюганской команды было всего два человека. В то время, как в остальных от пяти до семи спортсменов. Однако малочисленность не помешала нашим землякам завоевать бронзу в общекомандном зачете. На счету Салтанова десятки соревнований различных уровней. Недавно спортсмен получил высшее образование. Теперь преподаватель физкультуры успешно совмещает участие в турнирах по рукопашке с работы инструктора по плаванию. Здоровое поколение. В Нефтьюганске стартовал городской этап ежегодной всероссийской спартакиады школьников. В течение двух недель 600 учащихся от 11 до 17 лет проявят личные и командные качества в легкой атлетике, плавании, волейболе и стритболе. На одном из соревнований турнира побывал наш корреспондент. Всплеск адреналина и неподдельный азарт в глазах. По словам опытных тренеров, таких искренних эмоций порой не увидишь на соревнованиях среди взрослых команд. Для многих школьников спартакиада шанс не только постоять за честь родного образовательного учреждения, но и проявить себя с самой лучшей стороны. Выступает сборная команды, 10 мальчиков, 10 девочек, 4 вида, где в каждом виде нужно показать команду. Команда дух от одних мальчиков, которые сейчас у нас выступают, так скажем, зависит много, но не все. Также зависит результат, был девочек, и он складывается и выводится общий результат. Этап всероссийского турнира проходит в Нефтьюганске четвертый год подряд. В 2014 команде из нашего города удалось войти в число призеров на окружном уровне спартакиады. 12-летний Валерий намерен превзойти успех своих предшественников. Шестиклассник убежден – спорт – удел сильных. Спорт – это сила, да, и сила потом поможет в разных ситуациях. Думаю, что мы в тройке окажемся, это точно. В стритболе права на ошибку нет. По правилам игры проявить спортивное мастерство на паркете можно только в течение 7 минут. Чтобы доказать превосходство над соперниками, командам необходимо за короткое время стать, что называется, единым целым. Результаты муниципального этапа будут известны в ближайшие дни. Команде лучших предстоит длительная и усердная подготовка к турниру окружного масштаба, который состоится весной 2016-го. Елена Волкова, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск». Сразу после нашей программы смотрите новости детской телестудии «Фокус». На этом все. Узнавайте о событиях города в программе «Сейчас в Нефтьюганске». И делайте новости вместе с нами. Звоните в будни 23 77 47. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Субтитры делал DimaTorzok